Утром первого, мы на месте. Тремя на заработал, включили рвет у сквола поезды. Узов принят, уезжаем. Вечером примерно в 9 часов крупное ДТП было зарегистрировано на углу проспекта Толкихана и улицы Бауржана Мамашулы. Здесь столкнулись легковая автомашина Митсубиси и грузовой автомобиль ГАЗ-53. В результате аварии два пассажира Митсубиси получили травмы. Их прибывшие на место ДТП врачи госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. Как рассказал водитель грузовика, авария произошла в центре перекрестка при работающем светофоре. Я ехал на зеленый сигнал светофора, скорость не превышал. Вдруг со стороны вылетела Митсубиси. Я не успел нажать на тормоз, легковушка влетела под мою машину. Сотрудники полка Дорожно-патрульной полиции в ходе рядового мероприятия задержали автомашину Деон Некси. В ходе проверки документов полицейские выяснили, что срок действия временного талона владельца Некси истек. Это стало основанием для водворения автомашины на временную штрафную стоянку. Полицейские отдельного полка Дорожно-патрульной полиции задержали гражданина Узбекистана, подозреваемого в краже сотового телефона. Это преступление было совершено еще летом этого года в одном из городских увеселительных заведений, где работали потерпевшие и подозреваемые мужчины. Мы вместе работали на кухне в той хане Евразии. Он работал там поваром, я посудницей. В один из дней у меня на сотке потух свет, и он предложил отдать телефон знакомому, чтобы тот его отремонтировал. На следующее утро я пришла, а его на работе нет. Еще через день мне моя коллега говорит, зачем ты ему отдала телефон, он тебе его не вернет. Он всех кидает. В том магазине он должен 6 тысяч тенге не вернул. Его за долги все ищут. В Белых Водах он не живет, он вообще из Ташкента. Вот точно такая сотка была. Я ее покупала за 19 тысяч тенге в свое время в Сулпаке. Как выяснили полицейские, подозреваемый действительно был гражданином Узбекистана. Полицейским он сразу признался, что сотовый телефон продал. Я относил телефон на ремонт, но там его ремонтировать не стали. Тогда я продал сотку за 7 тысяч тенге. Обоих участников происшествия полицейские доставили для разбирательства в ближайший отдел полиции. Сейчас выясняют все подробности преступления. Если вина мужчины будет доказана, его привлекут к уголовной ответственности по 275 статье Уголовного кодекса.